здравствуйте всем друзья сегодня я хочу поговорить о таком телефоне легендарно можно сказать blackberry 9360 blackberry 9360 этот телефон был показан 2010 году от компании blackberry как бы компания blackberry можно сказать было подразделением корпорации рим насколько я помню но если я где-то ошибаюсь то можете спокойно меня подправить насколько я помню это был 2010 год да нет 11 год вру соврал 11 год получается этому телефону уже порядком 7 лет больше 7 лет потому что по моему десятом году еще были какие-то там то ли рендеры то ли чё я не знаю точно не помню я стараюсь рассказывать свое мнение то что я помню как бы то что я знаю или знал когда-то стараюсь как бы свои впечатления только рассказывать это а этих телефонах смотрите компания blackberry выпустил такой телефон красивый очень очень красивый телефон по сравнению с айфон с и этот телефон кажется очень крохотным если айфон с и маленький телефон 4 дюйма то это телефон еще меньше тут 244 дюйма экран спереди киевтишный экран самый простой экран как бы неплохая матрица вроде но как бы под углами потихоньку выцветает у нас получается разрешение экрана 360 на 600 480 это плотность 246 пппи как говорю как говорилось тифтишная матрица матрица тифтишная почти 100 граммов она весит вообще ни о чем конечно по ощущениям очень легкий телефон в одной реке помещается красиво набирать текст конечно что очень-очень удобно по сравнению с болтом 9700 этот телефон конечно женский красивый телефон что нам тогда могла предложить компания блэкбери компания блэкбери могла предложить нам камеру только заднюю тыльную камеру так как передней камеры у них не было камера была 5 мегапикселей но без автофокуса автофокус к сожалению не было в этих телефонах можно было подключить подсветку распознавание лиц вертикальный спорт но это все как бы режимы но эти режимы камеры не спасают так как отправить тот же текст с этой камеры было одно только мучение камера вроде как вот рассказал про эту камеру что камера не очень сами можете просто посмотреть камера конечно не очень искать она умела записывать видео разрешение видео тоже как бы было не очень почему потому что разрешение снимала 640 на 480 это 4 твой 480 пи даже не hd качество ну как бы камера тут одно из слабых мест плюсы в этом телефоне есть много плюсов это во-первых клавиатура во вторых динамики в третьих телефон эргономика телефона очень очень классная вот она лежит в руке как летая женской руке она будет смотреть очень гармонично красиво клавиатура очень удобная как бы интуитивно все понятно интуитивно все понятно давайте перейдем динамики очень хорошо слышны микрофон тоже хорошие скрипов никаких люфтов ничего нету собран монолитно конечно он спокойно разбирается телефон батарейку спокойно вытащить батарейка тут на 1000 миллиампер часов хоть и экран маленький но тут есть 3g модуль вай файл гпс из-за этого 1000 миллиампер часов у него уходит конечно тает на глазах видите есть подсветка такая красивая при уведомлении эта подсветка постоянно загорается тухнет и загорается вот так вот красиво все выглядит можно поставить micro sd карточку объемом до 32 гигабайтов тянет конечно без проблем можно и 64 вставить я ставил работает конечно очень очень корректно телефон никогда не разбирался можете просто посмотреть вот все пломбочки стоят на месте есть такая заглушка хорошая красиво чтобы не слетела она поддевается и те же телефон как бы топоннику никуда не уходила формат sim карты это у нас мини sim карта сим карта делится на на 3 пока что мини микро и наносим вспышка второй микро микрофон и динамик сзади у нас с боковой стороны у нас микро юсб порт с этой стороны у нас есть они конечно не видны но есть громкость кнопка сей кнопки громкости у нас это датчик света или как вам сказать чтобы автоматически работал экран подсветка экрана чтобы автоматическая как вы могли заметить сзади у нас сзади у нас подкрышка пистит антеночка вот это иначе антенна телефон к иппе еще раз повторяю что и тысячи 2011 года 10 11 год и не все так что я могу еще рассказать режим разговоров батареек конечно держит очень очень мало производитель заявляет что пять часов но я говорю два с половиной три часа максимум в режиме ожидания 336 часов это как бы тоже чуть-чуть подсоврали потому что она не держит этих 336 часов клавиатура вот смотрите допустим очень очень удобно я не так часто набираю но набирается конечно тут все очень понятно почему потому что вот клавиатура от компьютера вот клавиатуру от blackberry расположение все одинаково и получается если вы постоянно работаете на компьютере то вам на блэкбиле работать не очень сложно будет что еще кому он подойдет если вы не требовательный ни к чему человек если вам не нужен интернет вы набираете просто текстовое сообщение делаете делаете какие-то заметки вам от телефона ничего не надо кроме допустим вай фай посмотреть там через вай фай какие там я не знаю ютуб, ватсап ничего не поддерживается телефон я конечно не знаю перестали поддерживать блэкбери ОС это конечно очень очень прискорбно потому что этих телефонов очень много они как бы все еще достойные хорошие телефоны но ни один из мессенджеров не поддерживается этим телефоном или мессенджер не поддерживают эти телефоны кому как угодно вроде рассказал все и еще раз повторяю если вы не требовательный к телефону человек если вам только нужна звонилка красивая звонилка прошу заметить очень очень красивая звонилка то этот телефон однозначно ваш спокойно можете его покупать за красивую цену хорошую приемлемую все все спасибо до свидания пока